В этом уроке я объясню основы построения геометрии в Grasshopper и про три базовые типа данных, это точки, линии и поверхности. Как создавать точки в окне Райна я объяснял на прошлом уроке. Сейчас объясню другой, сейчас используемый способ создания точек. Это точки по координатам во вкладке Vector в группе Point, Node, Point, X, Y, Z. Здесь смотрим на входе, показывает нам в всплывающей подсказке символ числа. Значит, надо подключать числа, это числа координаты X, Y и Z. Создаем числа, любые, подключаем координатам. Вот она у нас создает точку, вот она. Мы двигаем координаты, точка перемещается в пространство. Вот такой вот способ создания точек из чисел. То есть на входе у нас числа, а на выходе точка. Чтобы показать основные способы создания линий, я сейчас в Райна сделаю группу точек команды Points и левым кликом ставлю несколько точек. Вот я три точки поставил, и сейчас покажу, как задавать точки несколько сразу. Тогда я показывал только одну, и когда несколько, тут есть такая особенность. Потому что, если мы собираемся строить по этим точкам линию, нам важен порядок точек. То есть это должна быть первая, это вторая, это третья. Ну, то есть это нулевой, это первый, это второй. Для этого сначала здесь нажимаем Set Multiple Points. Теперь по одному нажимаем на наши точки в нужном нам порядке. Он сразу соединяет их с синий линий. И когда мы все выбрали, Enter жмем. И он теперь задал сюда эти точки в нужном порядке. Во вкладке Curve самый часто используемый вид кривой, это Interpolate. Это сплайн, который проходит через сами точки. Создаем, и здесь видим на входе самый первый параметр этой точки. Вон символ точки написано. Подключаем сюда эти точки, и у нас строит сплайн по трем точкам. Есть еще другие, еще часто используемый вид линии, это ломаные поли-линии. Так, эту можно скрыть, либо вот так, либо средней кнопкой вот так. Скрыли, и у нас пока сломаные. Она тоже по любому количеству точек строится. Ну и еще есть вот такой сплайн, который называется просто Curve. Он строится... Получается, он не проходит через сами точки. Тоже сплайн просто по-другому строится. Вот три основных типа линии, эти пока выбираем, оставляем только Interpolate. Interpolate. Точки тоже можно скрыть, чтобы крестики не показывались. Вот, у них на выходе идет тип данных кривая. И вон символ такой, спираль. Чтобы создать поверхность, чаще всего нужна кривая. То есть по точкам мы создаем кривые, а по кривым поверхность. Поверхность сейчас, самая часто используемая, это Loft. Ну, она и самая простая. Она просто создается по множеству кривых. Но по одной кривой она не построится. Нужно несколько кривых. Для этого создадим еще две группы точек. Для этого Ctrl-C, Ctrl-V. И тащим за одну точку. Копируем одну группу. Потом опять... Ctrl-C, Ctrl-V. И третью группу. И каждую здесь задаем. И для каждой строим кривую. Вот у нас три кривые теперь. Их с Shift-ом можем все подсоединить к этому Loft. И Loft у нас теперь строится по трем кривым. Кривые можно скрыть, чтобы показывалось только Loft. Теперь, когда мы двигаем точки, у нас изменяется Loft. Сейчас они все лежат на плоскости XY, поэтому у нас поверхность плоская. Можем с Ctrl-ом поднять какие-то точки, она будет... Эта поверхность будет изменяться. Вот это самая примитивная параметрическая поверхность. Еще на входе в кривые есть вот такой параметр. Он на всех кривых есть. И на полилиниях, и на вот этих сплайнах. Вот здесь он. Это замкнутость кривой. Тут нарисован символ логической переменной. Я на прошлом уроке показывал, как создавать параметр логической переменной. А сейчас покажу, для чего она нужна бывает. Вот создаем вот эту кнопку параметров, у которой на выходе True или False. Сюда, когда подключаем, ко всем трем подключим. Когда здесь False, кривая у нас не замкнутая. То есть она просто как дуга такая идет. Приклещаем двойным щелчком на True, и у нас кривые становятся замкнутые. То есть по каждой из этих трех точек строится замкнутая кривая. И уже потом по этим замкнутым кривым строится Loft. Ну вот один из способов применения логической переменной. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!